добрый вечер друзья сейчас я одену масочку то сегодня без макияжа так микки маусом не буду буду моргать блесточками сегодня с вами добрый вечер кто присоединяется у нас прямой эфир он будет не совсем длинный я бы даже больше сказала коротенький я хочу поговорить о взаимосвязи прайсы и потока клиентов просила написать вас кто участвовал какой средний чек на ваши услуги и какой у вас поток клиентов постоянно чтобы вы понимали немножко в каком настроении двигаться когда у вас та или иная ситуация добрый вечер кто присоединяется так вот ситуация очень разные кто написал я разобрала по моему три разные ситуации когда у нас полный поток клиентов когда клиентов мало разного разная ценовая политика у мастеров и хочу наглядно продемонстрировать что в тех или иных ситуациях нужно делать со своей ценой стоит ли ее поднимать либо же наоборот запускать акции чтобы привлекать новых клиентов поэтому я вам хочу вкратце тут в цифрах это все рассказать записала посчитала и дам такие маленькие наводки чтобы у вас была пища для размышления чтобы вы начали думать тема эфира у нас это взаимосвязь прайсы и клиентов давайте напишите кто-нибудь пожалуйста прайс и клиенты чтобы я смогла закрепить это сообщение те кто будет нам присоединяться они немножко понимали о чем пойдет речь потому что буквально через пару минут я хочу камеру телефона перевернуть чтобы вы смогли видеть цифры я заранее здесь все написала просчитала посидел с калькулятором несколько минут на самом деле у меня подсчеты клиенты только не комменты а клиенты вот да спасибо большое на самом деле подсчеты у меня заняло буквально несколько минут но даже я бы сказала несколько секунд зато в голове сразу рисуется картина какой путь развития дальше есть у мастера то есть куда ему направляться да либо же делать акцент сейчас на поиски клиентов айбикс когда будете делать когда я его найду девчонки представьте я связи со своим переездом потеряла куда-то айбикс я снимала тогда практику и он еще куда-то в неизвестном направлении вот хочу завтра может быть выехать в магазин приобрести себе его на самом деле хотела уже сделать покрытие но поняла что нельзя еще поэтому буду ходить пока с голыми ногтями и хотела уже записывать вебинар с покрытием с каким-нибудь таким как сейчас модно неоново-желтым либо неоново-салатовым но воздержусь вообще хочу еще даже беленький себе сделать естественно что я буду делать до наращивания укрепления в общем как только соберусь сразу выйду к вам в эфир вот что я хочу вам сегодня рассказать ну что друзья я буду переключать камеру телефона чтобы вы немножко видели всю картину у меня уже цифры все разбросаны я взяла специально моё здоровье моё здоровье лучше но я без устали почему-то чихаю я не понимаю с чем это связано то ли это аллергия опять на что-то то ли это все-таки где-то что-то я подпростыла но больше ничего мне не болит я только чихаю мне немножко заложен нос тоже ждете айбикс ну тогда мне придется искать либо заказывать себе новый но если буду заказывать новые я видела что кстати мне часто задают вопрос в директе после бесплатного вебинара где приобрести продукцию девчонки я покупала заказывал либо красотка про либо же косметик либо другие интернет-магазины он практически всегда во всех магазинах есть наличие у магнетика в интернет-магазине есть их система магнетик при этом айбикс сейчас они очень удобно сделали маленький объем потому что большого объема я скажу честно мне казалось что он не закончится никогда его моим внукам наверное хватит потому что ну скажем так делала наверное процентов 20 клиентов но расход очень минимальный у него ну что буду переключать к а где лсн купить точно там же там же он продается при этом девочки опять же задают вопросы лсн как использовать пилки пилка потому что одна нет пилки две в комплекте интернет-магазинах да и в рознице магазинах продаются отдельно пилочки не стоили раньше ну скажем так месяца полгода назад точно wildberries есть вот видите они стоили рублей 30 35 но сейчас возможно повышение цен связи с всеобщим подорожанием поэтому поищите если клиент вам приходит но закупите себе заранее штучек 5 потратьте на это 150 200 рублей потом уже будете понимать сколько клиентов вам ходит восстанавливающая система и в конце концов докупить и докупить никогда не поздно как правильно называется лампа лампа какая для айбекса лампа для просушки лака вот только что рассказывала где купить айбекса айбекса можно купить в красотке про им косметик любых бейте в поисковик айбекса и вам выдаст кучу интернет-магазинов эфир с фрезой пламя будет завтра 21.00 подготовила для вас теорию подготовила свой тренировочный палец подготовила свой палец в конце концов поэтому завтра в день вечера мы с вами встретимся по фрезе пламя вот я что-то теряюсь в этих всех вопросах сколько стоит должна лсн процедура девчат я писала что расход минимальный все зависит в целом от вашего прайса я бы поставила допустим если едини единичная у вас такая да услуга я бы поставила рублей 300 допустим да но опять же если у вас прайс там 700 и вы ставите лсн 300 это будет немножко странно тогда ставим рублей 200 но лучше продавать совокупе то есть да например маникюр плюс восстанавливающая система если маникюр отдельного стоит 500 рублей то соответственно маникюр плюс восстанавливающая система вы ставите там 700 рублей либо же вы продаете все восстанавливающие системы по системе абонементов потому что на завтрашнюю встречу не надо регистрироваться она у нас будет здесь в инстаграме поэтому нет она будет для всех всеобщая регистрация никакая не нужна так вот господи я знаете как рыбка дори уже что-другой спросили я тем это шла если все-таки до восстанавливающие системы я рекомендую продавать их абонементами во-первых это привязывайте клиента что он сто процентов отходит те или иные услуги да если он купил на пять сеансов то сто процентов вам придет на пять сеансов их отходит и сто процентов восстановит свои ногти как минимум он будет делать маникюр раз десять дней то есть ну где-то 50 недель он походит без покрытия уже неплохо хотя бы до полтора месяца ногти немножко там под отрастут вот я например сейчас до отращиваю я практически раз два дня постоянно спиливаю убираю свободный край чтобы у меня нигде ничего не ломалось не крошилось не было никаких отслоек и то же самое говорите своему клиенту научить его правильно подпиливать форму чтобы он постоянно спиливал свой истонченный свободный край и собственно говоря через там хотя бы полтора-два месяца уже одна треть ногтя у него срастет уже будет какой-то эффект на себе у меня нормально вы тогда начали про прайс закончили форме ногтей у меня безумнейшая скрутка у меня высоченные точки в роста поэтому меня исключительно овал это на натуральных ногтях на своих покрытий я люблю либо же острый квадрат либо миндаль может быть если стонченные ногти конечно пускай убирает конечно пускай убирает иначе они скрошатся поломаются будет цепляться раздражать и дискомфорт лишний приносить вашему клиенту а бикс можно без покрытия делать или лучше под а бикс мое мнение личное лучше делать вообще без покрытия почему когда вы к делаете клиенту под покрытие соответственно следующий раз когда он к вам приходит вы вынуждены будете опять полностью снять весь материал и на натуральный ноготь положить восстанавливающую систему а когда он к вам приходит без покрытия ну что вы сделали вы маникюр забафили ноготочек и сразу же сделали а бикс то есть вы лишний раз если вы скажем так но есть категория мастеров которые выполняют полное снятие еще хуже чем у них у вашего клиента были ногти тогда соответственно лучше не надо покрывать тогда все давайте вернемся к теме потому что эти бикс и прочее они отвлекли уже на 10 минут нас итак давайте поговорим сейчас про взаимосвязь прайса и потока клиентов себестоимость лсн себестоимость лсн около 40 рублей составляет она очень маленькая друзья так взаимосвязь прайса и потока клиентов я делала опросник я просила вас написать какая у вас постоянно клиентская база количества и ваш средний чек чтобы я смогла понимать скажу сразу я переходила в профиль я смотрела ваш профиль я смотрела ваших конкурентов даже я вбивала по хэштегам по локациям сколько ваши конкуренты берут за маникюр сколько ваши непрямые конкуренты допустим ну так как мы все сами мастера маникюра это мой маленький вам такой совет и подсказка когда вы начинаете мыслить в сторону прайса начинаете смотреть непрямых конкурентов то есть это лэшмейкеры бровисты ламмемейкеры колористы просто оценить ситуацию на рынке вашем городе то есть ваш клиенты вашего города вообще готовы платить большие деньги или же все-таки вся бьюти индустрия там допустим в вашем селе и по вашем поселке она скажем так немножко экономит и соответственно ну вы под нее подстраиваетесь если все-таки да вот бывают такие случаи что допустим мне пишут девчонки я работаю там в городе 20 тысяч населения у нас маникюр выше 700 рублей как бы ну в принципе не стоит то есть да вот 700 рублей это потолок и выше прыгнуть я этого не могу я захожу вбиваю хэштег допустим там да ну возьмем рядом с городом где живут у меня родители кожа я вбиваю там до брови кожа и мне выдает тысяча сто то есть я понимаю что за брови клиенты готовы платить тысячу сто а за маникюр 700 рублей не готовы что это значит что маникюристы сами себя обесценили то есть да мастера маникюра они сами начали демпинговая и уже не могут выбраться из этой ямы и вам просто нужно преодолеть этот барьер но чтобы его преодолеть нужно будет сформировать личный бренд то есть вы должны сформировать свою упаковку вы должны сформировать свое имя чтобы вы перешагнули через эту маленькую стоимость ну сейчас более подробно я об этом вам расскажу переверну камеру телефона так лампы сейчас немножко загну чтобы они нас не отвлекали сразу скажу комментарии убирать пока не буду давайте я буду потихонечку двигать эфир да не знаю я подумаю сохранять или нет сейчас как как пойдет так взаимосвязь прайса и потока вот смотрите допустим да какой у нас вообще в принципе у мастеров маникюра есть потолок вот я допустим ну я была крэйзи мастером сразу скажу я работала день и ночь но я делала такие полу выходные себе то есть среда у меня была полузагруженный день я освобождала первую половину дня ездила по своим делам а вторую половину дня я усердно трудилась но я работала 6 дней в неделю в среднем мастера работают ну как правило 5 дней в неделю либо же выбирать себе график два через два это 15 рабочих дней то есть если при условии что вы работаете 5 дней в неделю у нас месяц получается 20 рабочих дней и допустим да вы на одного клиента я опять же брала среднее арифметическое вы можете подсчитать под себя да сколько вы тратите на одного клиента но как правило мастера справляются полтора-два часа есть мастера скоростные которые работают скоростных техниках они делают маникюр за час работают на поток естественно не принимают 8 клиентов но как правило да это все-таки полтора часа плюс мы обязательно должны с вами ну все-таки покушать как бы да как бы это банально не звучало и скажем так у нас должен должен быть какой-никакой перерыв между клиентами то есть да подготовить рабочее место убраться там фрезы инструменты все убрать убрать в конце концов самим сходить в уборную привести себя в порядок чтобы скажем так счастливыми довольными они мастер с языком на бок встречать клиентов и так день ориентировочно да мы работаем там 9 ну кто работает 12 часов низкий вам поклон то есть и того ну в среднем я взяла мы принимаем четыре клиентов ну сразу скажу четыре клиента пять дней в неделю это уже очень хорошо и это в принципе скажем так можно умотаться полная клиентская база это скажем так когда вы чувствуете себя комфортно когда можно немножко расслабить свои булочки это 80 клиентов но опять же я скажу здесь все немножко индивидуально то есть да кто работает часу того естественно клиентов будет больше кто работает три часа клиентов будет меньше все зависит от того как какие цели у каждого мастера запомнили 80 человек мы условно берем что это такая хорошая клиентская база с которой можно работать на которой можно зарабатывать деньги но как правило 80-90-100 человек это потолок вот выше этой цифры вы просто будете замученным мастером вы будете скажем так да забьете на себя забьете на быт на семью но зато будете фея в ногтевой пыли скажем так ну как бы у каждого конечно свои приоритеты в жизни но я бы все-таки ограничилась 80-90 человек это прям потолок чего вам хватит с чем вам получится заработать хорошие деньги и так у нас первая ситуация да я открыла ответы это 60-70 клиентов у девушки и у нее средний прайс 700 800 рублей то есть смотрите клиентская база почти сформирована то есть да уже в принципе неплохо так принимает в крупном городе краснодар да то есть все-таки это не маленькая это не деревня не поселок это крупный город сразу скажу себестоимость вот я вчера уделила полдня этому моменту я рассчитывала себестоимость по новым ценам да в связи с тем что у нас маски подорожали перчатки подорожали я все это рассчитала рассчитала заметила что даже обезжириватель подорожал прошу прощения все-таки голос у меня немножко пропадает обезжириватель я заезжала на днях подорожал базы некоторые подорожали я брала в расчет самую дорогую базу неонель экстра она стоит там 2 400 по моему да уже ну чтобы вот прям вот по максималкам взять у меня получилась себестоимость 400 там 50 460 рублей и то то есть я взяла сейчас меньше без учета того что мастер не работает на аренде мастер не платит налоги и в принципе у него небольшая коммунальная плата то есть да ну так такая очень скажем так поверхностная цена ну плюс минус где-то около того мы крутимся с вами мастера теперь рассчитаем сколько наш мастер зарабатывает при хорошем раскладе что у него клиенты допустим да приходят к нему 80 клиент 70 клиентов он берет по 800 рублей нету никаких отмен и соответственно он зарабатывает 56 тысяч ну я так предполагаю что 70 клиентов то есть ориентировочно он работает примерно там 4-5 дней в неделю тоже принимает там ну в среднем по 3-4 клиента в день это тоже дофига девчонки на самом деле то есть раньше себестоимость девчонки я еще рассчитывала сейчас я вам скажу я рассчитывала в сентябре в октябре себестоимость была где-то 312 рублей 310 312 рублей сейчас она очень выросла перчатки подорожали маски подорожали антисептики подорожали обезжириватели базы все вот вроде казалось бы 15 20 рублей подорожала аппараты чуть подорожали да я смотрю в среднем по сайтам вчера сидела искала весь день и выросла стоимость я не буду этого скрывать себестоимость подросла сейчас так вот вернемся при лучшем раскладе наш мастер зарабатывает пятьдесят шесть тысяч это неплохо на самом деле да потому что ну сейчас как бы скажем так зарплаты не у всех все хорошо поэтому пятьдесят шесть тысяч это неплохо но давайте посчитаем сколько он нет эфир у нас идет 15 минут но мы ходим с салфетки апельсиновые палочки обезжириватель антисептики те же самые перчатки даем денежку в магазин ежемесячно да чтобы обслужить всех наших клиентов и как правило да с каждого клиента ну мы должны как бы как это по правилам делается откладывать 350 рублей у нас получается что ориентировочно 28 тысяч чтобы обслужить наших клиентов мастер тратит раз в месяц то есть чистыми он зарабатывает всего 28 тысяч вот скажите пожалуйста 28 тысяч работая почти пять дней в неделю работая по 8-9 часов но как бы те кто думает что красить ноготочки это легко да это очень интересно это очень увлекательно это творческая работа но так или иначе это аллергия это больная спина это работа с клиентами до психология это все мы впитываем в себя мастера маникюра они и психологи и маркетологи и инстаграм сейчас надо вести за все за этому зарабатываем 28 тысяч при всем при том что клиентская база уже почти сформирована то есть да я посмотрела работы девушки они работы очень хорошие красивые то есть ну там действительно контент очень такой познавательный хороший прописан фотографии Lloydелей правильно поставленный хорошая обработка фотографии так вот какой здесь можно сделать вариант то есть про клиент ская база почти сформирована но прайс я вам сразу скажу он маловат что можно здесь сделать здесь можно поднять прайс и поднять прайс но если мы работаем с ценой 700 рублей я бы подняла его даже на 40 процентов поставила тысячу если мы работаем с ценой 800 рублей я бы подняла его на 20%, поставила бы 1000 рублей, смотрите, мы поднимаем прайс, да, условно от 800 до 1000, если клиенты от нас не уходят, а там работы хорошие, действительно, то есть я ничего не могу сказать, там очень хороший инстаграм, там девчонка старается чистенько, аккуратненько все, вряд ли, да, я прям даю прогноз, что клиенты вряд ли уйдут, вы будете зарабатывать уже 70 тысяч, 70 тысяч из них отдавать те же самые 28, то есть у вас уже будет гораздо больше чистая прибыль, теперь, даже если вы поднимете прайс на 20%, пускай 10% от вас уйдут, то есть уйдет, допустим, 7 клиентов, 63 останется, вы заработаете 63 тысячи, 22 мы тратим на расходы, итого уже 41 тысяча, хотя казалось бы, да, подняли прайс всего на 200 рублей, на 41 тысячу вы уже можете там, да, позволить себе курсы повышения квалификации, позволить запустить себе какую-нибудь таргетированную рекламу, позволить сделать себе какую-то фотосессию, либо же, да, снять кабинет и платить арендную плату, то есть, понимаете, у вас уже появляется какой-то путь развития, потому что вы остаетесь в плюсе. Плюс ко всему, когда я зашла на Краснодар, то есть, да, вы не думайте, я к эфиру подготовилась очень основательно, я вела хэштег, то есть, точнее, нет, я зашла под пост и посмотрела, какими способами продвижения пользуется мастер, она ставит активно хэштеги, это очень похвально, это очень хорошо, но хэштеги она ставит высокочастотные, что это значит, допустим, она пишет «Гелилак Краснодар», «Маникюр Краснодар», и я отбила, да, «Гелилак Краснодар» и посмотрела, что с этим хэштегом 566 тысяч публикаций, как вы думаете, если я приеду в Краснодар, буду искать себе мастера, и поставлю хэштег «Гелилак Краснодар», как вы думаете, найду ли я этого мастера? Да, вряд ли, потому что там 566 тысяч работ, и если вы, скажем так, непопулярный блогер, если у вас маленькая статистика, вас просто не выдаст поисковик, вы будете где-нибудь там внизу копаться, поэтому, да, нужно вывод, используем низкочастотные хэштеги, ставим не по городу, по городу пускай стоит, ставим по району, ставим какой-нибудь свой отличительный, придумываем, ищем низкочастотные хэштеги, по которым могут вас найти. Теперь я посмотрела цены по Краснодару, и представляете, о удивлении, люди готовы платить полторы тысячи, тысяча двести, на тысячу я нашла просто массу мастеров. Что это значит? Что клиентская база сформирована, прайс значительно меньше, хотя клиенты готовы платить много, поэтому здесь не надо сомневаться, здесь у вас прямой путь к тому, чтобы вы уже начали поднимать свою стоимость, потому что действительно у вас качество работ хорошее, у вас действительно хороший профиль, и, соответственно, да, это объективная оценка, я посмотрела, и вы, я думаю, сами, когда смотрите на свой профиль, вы поймете, что он действительно хороший. Поэтому здесь не переживайте, даже если вы поднимете прайс на 20%, ну, отвалится 10 клиентов, ну и бог с ними. У вас, во-первых, появится свободное время, то есть минус, допустим, 7 клиентов, это вы себе можете сделать полтора дня выходных, то есть, допустим, еще один день выходного и половинку дня работать с утра, либо до вечера, либо с вечера до ночи. И, соответственно, у вас появляется время на развитие, у вас появляется время на другие проекты, вы можете осваивать новые техники, можете заниматься Инстаграмом, своим продвижением и куча-куча всего. Поэтому здесь, когда уже не стоит опасаться, что от вас уйдет там 30%, 40% клиентов, смело поднимаем прайс. Теперь вторая ситуация. Вторая ситуация, это когда у нас, это я второго, да, второй ответ взяла, 80 человек, прайс 1200. Опять же, смотрите, да, уже клиентская база сформирована. Прайс, скажем так, ну, как бы он невысокий, но уже можно держаться на плаву, можно себе много чего позволить. И, скажем так, извините меня, да, что я залезла в ваш кошелек, я посчитала, что в среднем при хорошем раскладе, если все 80 человек вам приходят и не отменяют свои записи, вы зарабатываете 96 тысяч. Город, это у нас Подольск. Но, когда я зашла на страницу, я сразу поняла, что там, скорее всего, все эти 80 клиентов, это сарафанное радио. Потому что навряд ли 80 клиентов к данному мастеру пришли через Инстаграм. Соответственно, посмотрите, что значит у нашего мастера в Инстаграме. Запись через Директ, то есть активной ссылки нету. Нету вечных закрепленных сториз. Используется высокочастотный хэштег. И, соответственно, нету никакого прайса я не нашла, нету никаких, да, поисковых запросов. То есть я никогда в жизни не найду по поисковой строке этого мастера. И вот к чему я подвожу? Что вот если данный мастер займется еще и Инстаграмом, еще сформирует свой личный бренд, еще прокачает свой контент, то он может смело поднимать свой прайс тысяча, четыреста тысяча, там, триста даже поставить, полторы тысячи. Почему? Вот я сижу и думаю, блин, 80 человек, 1200. Почему не заняться Инстаграмом и почему не начать привлекать новых клиентов? А просто-напросто нет времени. То есть, да, смотрите, 80 человек, это сформированная клиентская база. То есть наш мастер работает пять дней в неделю, по четыре клиента в день. У нее наверняка есть семья, там, муж, ребенок, выходные она хочет действительно отдыхать. И это действительно правильно, потому что нужно перезаряжаться, нужно освобождать свою голову. Но Инстаграмом некогда заниматься, а путь развития какой? Ну, как бы уже, да, ну, поднимем на 100 рублей, ну, хорошо, 1300. Вот если вы займетесь еще Инстаграмом, поднимите прайс, вы просто освободите себе время и, соответственно, сможете еще формировать личный бренд и еще выше поднимать свою стоимость. Поэтому здесь что бы я сделала? Я бы подняла прайс хотя бы на 10%, поставила 1300-1400, пускай от вас 10 клиентов отвалится, ничего страшного в этом нет, у вас останется 72 клиента, даже если 70, 1300-1400, в среднем вы будете зарабатывать 100 тысяч, но у вас появится еще два дополнительных выходных. Соответственно, вы сможете уделить время своему развитию, вы можете начинать раскачивать любую свою социальную сеть, да, где вы видите, что у вас, смотря какая у вас целевая аудитория, где сидят ваши клиенты, там, ВКонтакте, в Одноклассниках, в Инстаграме. И, соответственно, через эту социальную сеть вы будете себе еще больше прокачивать, у вас уже есть отзывы, у вас уже есть контент, у вас уже есть постоянные клиенты, которые могут, да, опять же, отмечать вас на публикациях, и, соответственно, вы через них можете поднимать еще выше вашу цену. Поэтому здесь, когда вот, скажем так, есть клиентская база, есть хорошая цена, но совершенно нету путей развития как мастера, потому что работая с клиентами через сарафанное радио, вы не можете на них воздействовать, вы не можете их прочувствовать, вы не понимаете, с какой целевой аудиторией вы работаете. Если клиенты, старушки из села, это тоже неплохо, девчат, потому что у ваших старушек есть дочки, есть внучки, и вы можете своим старушкам предлагать акцию, допустим, да, если они приведут к вам клиентов, она получает, например, скидку 15%, либо же, например, да, как я делала, у меня очень много ходило с семьей, у меня ходила там мама с дочкой, с сестрой, со свекровью, и я для них делала коллективные акции, то есть, да, я им всегда снижала стоимость на 10%, потому что я вам всегда говорю, что хорошо обслуженный клиент, правильно, скажем так, настроенный, он всегда вам приведет еще двух-трех клиентов, поэтому старушки из села, а если и не слышали про Инстаграм, девчонки, ну у них есть внучки, у них есть детки, которые наверняка слышали, пускай ваши старушки напишут вам отзыв с сообщением обычным, вы эти сообщения выкладываете в сторис, показываете, что как вас хвалят, как вам ходят, поэтому через них точно так же можно воздействовать. Теперь, третья ситуация, это вот, скажем так, такое, да, распространенное, вот хорошо, когда есть клиентская база, хорошо, когда уже есть какой-то прайс, а у меня 10 человек, и ничего вообще у меня нету. 10 человек, написала мне девушка, да, прайс 800 тысяч рублей, ну я взяла усредненное 900, да и вот-вот ваша ситуация, она работает в селе, я действительно зашла, там небольшой поселочек, небольшое количество человек в нем проживает, и что я вижу? Нет шапки профиля совершенно, то есть там написано Аня, ну я условное имя возьму, я не помню, как зовут девушку, написано Аня, там что-то пару слов, нету никакой ссылки для записи, нету, скажем так, прайса, то есть, да, если даже, понимаете, ну село, ну вот я вам скажу так же, у меня родители, у меня сестра проживают в маленьком городе, там 30 тысяч населения, но как у меня сестра, у меня сестра 3-14 лет, как она искала мастера? Хэштег маникюр печора, и нашла, понимаете, то есть, вы не думаете, что в селе люди не пользуются телефонами, плюс ваше село приезжают, там, да, какие-то гости, плюс вы же, понимаете, почему вы ориентируетесь только на свое село? Если у вас будет популярный аккаунт, даже, скажем так, ближайшие села, да, у вас будут в подписках, у вас будут какие-нибудь рядышком города над вас подписаны, потому что вы интересный мастер, вы публикуете красивые фотографии, вы интересно о чем-то пишете, вы нашли боль клиента, которую вы раскрываете, вы будете популярны в своем селе, и вы можете поставить самый высокий ценник среди всех мастеров, хотя у вас, может быть, даже не будет большого опыта, понимаете? То есть, в чем сила социальных сетей, что вы можете вырасти, да, среди всех остальных мастеров на уровень выше и, соответственно, скажем так, ставить свои цены без оглядки на всех остальных конкурентов. Так вот, у данного мастера нету ничего, чтобы привело ей больше клиентов. То есть, если она наивно предполагает, что, ну, село, надо, чтобы все-таки люди обо мне говорили, да пускай люди говорят, сделайте себе красивый инстаграм, сделайте себе какие-нибудь там, да, у меня я подписана на девчонку, это мой старый клиент, она переехала сейчас к себе в совершенно другую страну, проживая также в маленьком городе. Девчат, она на даче, на даче делает такой контент, вы просто себе не представляете, там шикарные фотографии, и у нее всего лишь две тысячи аудитории, то есть, да, казалось бы, ну, для блогера это небольшая цифра, но у нее активнейшая аудитория, у нее по 400, по 500 лайков, она запустила свой сейчас онлайн-курс там по обработке фотографий, и у нее идут продажи. Казалось бы, деревни деревни, две тысячи человек, которые вообще не из ее села, но она онлайн продвигается. Почему вы начинаете очень узко мыслить, что если вы из маленького города, то вы можете зарабатывать только тем, что к вам ходят там, да, ваши постояльцы, ваши клиенты. Так нет, вы сделайте себя популярным в вашей селе, сделайте себя экспертом в вашем селе, чтобы вам потом приходили молодые девчонки и говорили, что, блин, как классно, ты такая клевая, я хочу у тебя научиться. И ты начала преподавать в этом селе, маникюр показывай, да, девочкам, чтобы ты, допустим, делал какие-то мастер-классы по росписи в этом селе. Могут ходить же, ссылки я ни на кого давать не буду, потому что я делала опрос, я специально не писала никаких имен, я разобрала несколько разных ситуаций. Вы же можете давать различные мастер-классы, понимаете, да, казалось бы, там, ну возьмите за мастер-класс 200 рублей, вы собрали там, да, за три часа своей работы и пошли купили себе новые какие-нибудь материальчики. Ширьте, расширяйте свой кругозор, смотрите более масштабно на всю эту ситуацию, не думайте только о том, что клиенты и пелёшка, мне нужно там заработать такие-то деньги, вы думайте о том, как вы можете это заработать, чем вы можете это заработать. И вот данный мастер у нас должна посмотреть на своих конкурентов, то есть, да, она должна в целом оценить, как я уже сказала, мастеров маникюра в её селе, лэшмейкеров в её селе, бровистов в её селе, парикмахеров в её селе и понять, сколько люди готовы платить за бьюти-индустрию, то есть сколько люди готовы потратить на красоту в её городе. Если, допустим, да, парикмахеры там ставят по 3-4 тысячи, соответственно, у людей есть деньги, понимаете, у меня тоже, допустим, в республике есть сёла, где живут газовики, и поверьте, там прайс немаленький, там у людей есть деньги, несмотря на то, что там население 3-5 тысяч, поэтому здесь нужно прощупать очень хорошо своих конкурентов, сделать рассылку, потому что там есть около 100 подписчиков, сделать рассылку через директ, напомнить о себе, запустить акцию, да, и, соответственно, уже понимать, с какой аудиторией вы работаете, и думать, поднимать прайс или не поднимать, набирать клиентскую базу или же не набирать. Следующая ситуация. Тут грусть, тоска, здесь всего 5 клиентов постоянных, 1200 рублей, то есть, да, очень много подписанных конкурентов, это плохо, как работает инста в этом плане. Друзья, ну пускай подписываются, вам что, жалко что ли? Девчата, понимаете, если вы думаете, что ваш клиент не знает о других конкурентах, вы ошибаетесь, понимаете, сейчас, во-первых, мы все девчонки, во-вторых, мы все, да, любим повыпендриваться, мы любим, чтобы нам позавидовали, и, конечно, ваши мастера, если они, допустим, ой, ваши клиенты, если они видят какого-то мастера, который более популярен, который больше сверкает, у которого лучше работы, конечно, он будет его советовать. Эфир, ну, уже полчаса, как я веду, поэтому, ну, пускай подписываются, вы должны тогда сразу же в себе, знаете, немножко разозлиться и подумать, а что вы делаете, и вы помониторите клиентов, посмотрите, что они делают такого, что к ним подписываются. Так, ну, вот давайте о грустной ситуации, 5 постоянных клиентов, 1200, город Омск у нас, вот, знаете, здесь я девушку хочу похвалить и немножко поругать, я зашла на страницу, шикарная шапка, вот прям, знаете, образец, есть ссылка на запись, сразу же, есть вечный сторис с указанием прайса, при этом прайс оформлен, вот я поставила на пятерку, то есть там есть и визуал, она сразу пишет цену, ставит картинку и сразу можно понять, что за эту цену клиент ваш получит, это прям продающий на 100% прайс, но чего нету, почему клиенты не идут, нету хэштегов, вообще никаких, то есть, да, это самый дешевый, это вообще просто наипростейший способ продвижения вас в социальной сети, но вы его не используете. Теперь локация, да, мастер ставит локацию, это очень хорошо, это опять же один из способов продвижения, но он ставит здесь локацию Омск. Какую локацию нам нужно ставить? Нам нужно ставить локацию, посмотрите популярные рестораны вашего города, посмотрите популярные места, где у вас, если вы ставите достаточно такой хороший прайс, то есть, да, несмотря на то, что у вас мало клиентов, вы действительно, я так понимаю, нацелены на качество, вы нацелены сформировать себе платежеспособную клиентскую базу, значит, вы ищете места там, где у вас обитает золотая молодежь, где у вас дорогие рестораны, где у вас культурные заведения, где люди платят хорошие деньги и ставите локацию не просто Омск, потому что в Омске проживают тысячи людей и там ежеминутно выставляются фотографии, ставьте локации ресторанов, кинотеатров, ночных клубов, фитнес-клубов, в общем, всего того, где люди оставляют хорошие деньги. И что касается контента, да, то есть контент, опять же, он немножко не сформирован у вас, я бы тоже вот поработала над всем этим. Прайс в данном случае мы оставляем, то есть, если нами принято решение, оно абсолютно обдуманное, и я отчасти понимаю тех клиентов, которые прошли хорошие базовые курсы, которые хорошо как бы, да, закупили материалов и думают, я не хочу работать за 500 рублей, хочу поставить сразу нормальную себе цену. Тогда мы оставляем этот прайс и пишем у себя в шапке профиля, что для первого посещения у нас будет скидка, и скидка будет хорошая, скидка будет манящая, и даже если вам будут писать клиенты с возражениями, мы с ними работаем обязательно. Делаем рассылку по тем клиентам, которые у вас уже есть в клиентской базе, по той аудитории, которая у вас есть в социальной сети, и, соответственно, работаем с ними, то есть, да, отправляем какое-нибудь предложение, отправляем какую-нибудь акцию, отправляем свои ближайшие окошки со скидкой, делаем рассылку, чтобы о вас начинали вспоминать, и делаем акции по месяцам. Обязательно ставим 1200, от этой цены начинаем плясать, то есть, делаем для первого посещения 1000 рублей, либо 900, потом клиент вам возвращается, он доволен качеством, он уже знает, что вы работаете хорошо, готов вам платить 1200. Либо же клиент, если говорит, нет, я к вам не приду, сделали рассылку, говорит, что это дорого, то, соответственно, вы начинаете работать с этим возражением, вы говорите, что почему вам дорого, давайте поступим по бартеру, я вам сделаю, да, сделаю скидку 50%, там, либо 40%, там, за 700-800 рублей взамен на отзыв, то есть, если у вас устроит качество, напишите обо мне отзыв, выставите у себя в сторис, тем более, если вы видите, что это хороший блог, что у человека там 300 подписчиков, 400 подписчиков, понимаете, и когда, допустим, я выставляю какой-то отзыв, то, соответственно, да, у меня начинает даже на своей личной странице, у меня мои подружки начинают спрашивать, Юля, действительно, правда, там, тебе понравился стоматолог, ты довольна, я ездила к незнакомому вообще человеку в другой город красить волосы, я отметила на своей личной странице в сторис, почему я не отвечаю на свои, да, ну, потому что, опять же, все поймут, что это реклама, и мне опять же пишут, Юля, а правда, ну, вот, честно, и поехали там 3-4 мои подружки, еще там протонировали, сделали уход какой-то, понимаете, то есть поработайте тогда за отзывы, поработайте тогда за первое посещение, чтобы клиент к вам пришел, убедился, и он с вами оставил, то здесь нужно работать уже именно с вашим продвижением, работать с вашими горячими клиентами, делать рассылки, скидки, акции, но прайс оставляем, то есть, да, с ним мы работаем, просто мы привлекаем извне еще больше к себе клиентов. Я вам сейчас наглядно показала разные ситуации, как с ними работать, в зависимости от того, сколько у вас клиентов и какой у вас прайс, поэтому здесь нужно, девчонки, размышлять, здесь нужно думать, здесь нужно понимать, понимаете, мастера маникюра это бизнес отчасти, то есть, да, здесь нету такого, что вы пришли и все, и бабки поварили, здесь сейчас тяжеловато, сейчас еще и кризисная ситуация, поэтому вообще в условиях кризиса цены пока что я не рекомендую поднимать, пока ситуация немножко не устаканится. Дайте людям выйти на работу, вот меня спросили, а как сейчас там, да, в период там кризиса, пока что держимся на плаву, то есть, да, вот ситуация, что там 70-80 клиентов, 700 рублей прайс, я бы уже подняла, то есть, да, я бы поставила, точнее нет, я бы не сейчас подняла, я бы, знаете, как сделала, я бы, я бы сделала так, то есть, я бы поставила, что с 1 августа цена будет там, да, 900 рублей, сейчас я работаю по 700, или допустим, сделала бы, ну, какой-нибудь вот такой ход к нему, то есть, я бы постепенно начала подогревать аудиторию, что к тому, что прайс у нас будет поднят уже. Салоны, естественно, они снижают цену, у них арендная плата простояла сколько месяцев, я сегодня проехалась вдоль Ленинского проспекта, и вы не представляете, сколько арендных мест стоит, я помню, там было 3-4 салона красоты, не бюджетных, скажу сразу, они закрылись, понимаете, салоны, почему салоны снижают цену, там аренда, там зарплата сотрудникам, там коммунальные платежи, там налоги, людям надо за что-то платить, конечно, они сейчас снизят цену, потому что салоны также прекрасно понимают, что все их клиенты не сидели два месяца без маникюра, они пошли делать маникюр к частным мастерам, и теперь их нужно заново переманить к себе в салон. Вот видите, я всегда по хэштегам поисковике ищу, и вот я, я приехала в Москву, я жила на водном стадионе, да, практически год, Ксюша жила в другом конце города, мне ее советы вообще до фени были, я не потащусь на другой конец города в Москве по пробкам. Как я искала себе мастеров? По хэштегам, я не вбивала хэштег гель-лак Москва, меня не интересует Бутово, когда я живу в другом конце города, меня интересует мой район, поэтому вы наивно полагаете, что хэштеги не работают, они работают, просто нужно опять же понимать, с какими хэштегами вы сейчас будете работать. Если вы прошли базовый курс, девчонки, вот вопрос, я видела, он там несколько раз мелькал, я просто напоминаю, что я рыбка Дори, если я отвлекаюсь, я потом очень тяжело возвращаюсь к теме, которую я вела. Вы закончили базовый курс. Какая у вас стоит задача? Если вы закончили базовый курс, у вас было много дней практики, у вас есть 10-15 фотографий для контента, именно ваших работ, то вы можете сразу устанавливать модельную цену. Если вы закончили базовый курс, короткий, у вас там одна-две фотографии, больше фотографий нету, то, соответственно, мы работаем сначала с моделями. Будет здорово, если вы будете с ними работать по себестоимости, но можно поработать и за бесплатно. Наша задача сформировать контент. У вас должно быть на старте 15 фотографий ваших работ, причем хороших, то есть правильно сфотографированных, красиво обработанных, с постановкой руки, какие-нибудь на дневном свете, на толстовке, на джинсах, на всем, чем угодно, но 15 фотографий у вас должно быть. Если их нету, то первый путь. Набираем модели, пишем в группы, пишем объявления, беру модели для портфолио. Не надо ни в коем случае писать, что вы закончили базовый курс, вам нужна модель. Пушечным мясом никто быть не хочет. Поверьте мне, никто не хочет идти к мастеру, который вчера закончил базовый курс. А вот если вы напишите, что вам нужна модель для выполнения какого-то дизайна, если вам нужна модель для портфолио, если вам нужна модель для отработки материалов, вам с радостью девчонки пойдут. Поэтому ваша задача наработать модели. Ваша задача нанять модели. Ваша задача сделать хорошие фотографии продающие, сделать контент, чтобы у вас были работы, чтобы клиенты к вам уже приходили и видели, что они получат на итоге. Так, я пока не считаю, девчат. Можно я минуту отвлекусь? Когда вы наделали 10-15 фотографий, при этом с моделями мы работаем либо бесплатно, да. Многие говорят, как бесплатно? Я не хочу работать бесплатно. Я там, вот я потратила столько денег, я хочу сразу зарабатывать, поближко, поближко. Давайте, несите мне все. Девчат, мы когда идем в высшее учебное заведение, мы платим за это деньги, мы 5 лет учимся, а потом еще стажируемся бесплатно, а потом еще и практикуемся бесплатно. Когда мы устраиваемся на работу, у нас тоже идет стажировка, где нам платят не такие высокие суммы. Поэтому здесь будьте готовы к тому, что дней 5 вам нужно поработать бесплатно. Возьмите себе в день по 2 модели. Во-первых, вы скорость наработаете, во-вторых, вы фотографии себе наделаете, ну 5 дней поработаете бесплатно, ну потратите там одну пятую часть вашей базы, криминала никакого не случится, зато у вас будет контент, на который к вам придут клиенты. Так вот, либо же, да, сразу же ставим себе модель 300 рублей, то есть, да, ну вы должны сразу понимать, что вы должны сделать конфетку, потому что вы уже берете с людей деньги. Сделали 10-15 фотографий, начинаем формировать свою клиентскую базу, ставим себестоимость плюс минимальная оплата труда в час, то есть, на сколько вы себя пока оцениваете. На 100 рублей в час оцениваете, ставим, значит, там 500 рублей маникюр, на 200 рублей оцениваете, ставим 700 рублей маникюр и, соответственно, уже начинаем формировать. Закрывается запись, есть клиентов 20-30, потихонечку поднимаем на 100 рублей, частичка отваливается, на их место приходит новую, уже на новую цену, уже более платежеспособная. Ну, давайте, почитаю ваши комментарии, а если, какой лучше проистать? Ответила. Вот видите, я подняла 700 на 1000, как создать хэштег? Можете прийти на мой курс по упаковке инстаграма, я этому посвящаю целый блог. Нужно оценить свой труд, свое время, свое здоровье, не бояться поднимать цену и верить в себя. Ну, да, понимаете, тут опять же такой очень спорный момент. Очень многие думают, что, ну, я тут послушала прямой эфир, мне сказали поднять цену, а там работы как бы и качеством не пахнут. Конечно, нужно трезво себя оценить. Вот если вы видите, что ваша работа, ну, еще как бы и не дотягивает, ну, сходите вы на повышение квалификации, девчат. Ну, вот сэкономьте вы эти 5000 рублей, посмотрите онлайн курс какой-нибудь там за 4000, за 5000, прокачайте себя, возьмите модели, чтобы отработать эту технику. Никогда не отрабатывайте технику на клиентах, никогда. У клиентов есть регламент, это час, полтора, два часа, вы торопитесь, вы начинаете суматошно это все делать и ваша техника не закрепляется. Любой курс, который я проходила, я после курса брала модель. Сидела по пять часов, вдумчиво, каждый шаг отрабатывала, мне это все выстраивалось кирпичиками в систему, и я потом уже работала с клиентами без всяких тормозов. Девушки, только присоединяйте, скажите, пожалуйста, эфир сохранится, все правильно, куда их брать? Кого брать домой, клиентов? Я так и выложила дизайн, и написала, еще модель бесплатная, никто не идет. Поставьте хэштег, куда вы выложили, у себя в профиль вы выложили? Найдите группы, найдите группы в инстаграме моделей, найдите группы вконтакте, куча групп по моделям, напишите, сделайте сториз, запишите сториз вот так вот со своим лицом, не знаю, попросите девчонок, пускай они опубликуют, пускай выложат, что вам требуется модель на супер-купер классный маникюр, вы сделаете и то, и это, и третье, и десятое. Курс инстаграм до 23.59 стоит самостоятельное изучение 350 рублей, тариф со мной за ручку 650 рублей. Ну, давайте так, я сужу по Москве, когда поднимать цену, вот если нас выпустят, скажем так, 15-го там июня, да, как они все планируют, и люди, скажем так, начнут работать, потихонечку все придет в себя, я бы в сентябре. То есть я бы дала возможность людям немножко выйти с этого болота, то есть понять, что все более-менее нормально, что жизнь продолжается, жизнь после карантина есть, и после этого тогда уже поднять прайс, потому что, да, поднимать сейчас это очень опасно, посмотрите, люди сидят дома, людям нечем заняться, они все сидят и мониторят. У меня даже, да, подружка написала, что пока сидела на карантине, нашла кучу классных мастеров, теперь не знаю, кому записаться. Понимаете, то есть у людей сейчас было миллион свободного времени, и они там себе насохраняли кучу маникюров, нашли кучу новых мастеров, и если вы еще поднимете прайс, у них есть все шансы от вас уйти просто-напросто. А можно содержать страничку личную по ноготкам совместно? Можно, но я бы все равно, то есть, допустим, я бы больше делала акцент тогда на работе. Почему? Если у вас есть детки, ну, опять же, понимаете, смотря с какой целевой аудиторией вы работаете. Если ваша целевая аудитория мамочки, и у вас есть ребенок, то это будет просто вашим несравненным плюсом, потому что когда мамочки будут приходить к вам на первое посещение, они уже будут понимать, о чем можно с вами разговаривать. Если ваша целевая аудитория молодежь, бизнес-леди, а вы выставляете там борщи, кастрюли, ребенка, памперсы и прочее, то вы будете потенциально уже неинтересны, потому что ей захочется немножко с другим человеком поговорить. Если вы как бы себя полностью отождествляете с теми клиентами, которыми вы работаете, можно. Если вы хотите выйти на уровень выше, чем вы, допустим, сейчас, да, если вы хотите работать с целевой аудиторией, которая не интересует, и, скажем так, это совершенно не ваш образ жизни, разделяйте. Но себя обязательно нужно показывать. Себя нужно показывать в рабочем профиле, нужно снимать сториз, нужно публиковать фотографии с собой. Если у вас есть животные, все это любят, все эти к этому хорошо относятся, но есть процентов 10 клиентов, которые не любят животных, бог с ними, они это переживут. Поэтому о себе нужно, но вот прям, чтобы делать ее еще и личной 100%, это можете сделать это в сториз. То есть, да, можете в сториз показывать свой лайф, можете показывать, как вы там бегаете, плаваете, дача, растения, и это будет супер классно, если у вас такая же целевая аудитория. Так, 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 так. Где посмотреть программу курса? Понести. У меня в шапке профиля висит сайт. Вы заходите на сайт упаковка профиля, и там полное описание. Модели, значит, вы плохо писали. Сделайте рассылку по вашим подписчикам, как я уже сказала. Попросите ваших подружек, попросите ваших знакомых опубликовать тоже сториз о том, что требуется модель, требуется, ну, понимаете, для сдачи экзаменов. Тут тоже как бы вот я, ну, большинство людей не идут. То есть, есть модели, допустим, да, вот у меня модели, которые ходили на курс. Почему они ходили? Потому что не знали, что рядом стоит преподаватель, и он всегда поможет, и он всегда на чеку. А, скажем так, большинство людей, они очень боятся. То есть, да, они думают, бог ты мой, начинающий мастер, я не пойду. А вот если вам ваши там друзья выложат сториз, что требуется модель к моей там подружке на супер-купер-классный маникюр, пожалуйста, там, объявись, найдется. А модели маникюра все зависит от того, как вы делаете. То есть, да, если вы уже после базового курса делаете очень хорошо, вы можете попросить там 300 рублей, чтобы отбить себе стоимость. Можете, допустим, двух моделей сделать бесплатно, сделать огненный контент, записать кучу сториз. При этом, знаете, когда вы работаете с моделями, девчонки, делайте всегда фото до и после. Это прям пипец, как привлекать людей. То есть, да, мы все, я не знаю, может, я, конечно, какая-то. Я вот очень люблю, когда вот из какого-нибудь ужастика сделают какую-нибудь супер-купер-классную конфетку. То есть, делаете там фото до, вот вы сняли маникюр, еще ничего не обработали, торчит там этот птеригий, заусенцы, сфотографировали этот кошмар. Потом сделали фотографию, но если, как бы, скажем честно, да, фотография, там, маникюр получился первое время грязноват, там особо нечем пастаться. Но сфотографируйте как-нибудь супер-классно на джинсах, там, я не знаю, на подоконнике. Только не надо там на кружке фотографировать, на лампе. Поставьте там на толстовку как-нибудь вот так вот, пускай девчонка подержит руку, там, да, сфоткайте, большой палец, не сделайте какой-нибудь дизайн, выкладку стразами и сделайте после. И вот эти вот сравнения, они всегда очень продающие, они всегда, то есть, понимаете, здесь даже принцип, принцип контраста такой есть. Ну, давайте расскажу свою историю, да, когда я прихожу в магазин, захожу в первый магазин, вижу там классную футболку, она стоит 2000 рублей, я думаю, о, супер-огонь, беру. Захожу во второй магазин, висит тоже такая, ну, прикольная футболка, но там была, она стоила 3000 рублей, сейчас стоит там 2200. Как вы думаете, какую я возьму? Конечно, та, которая стоит по акции дешевле, потому что я думаю, нифига себе, вот эта удача. Я вместо четырех купила за 2200 такую классную футболку, несмотря на то, что она дороже, чем была первая, возможно, она даже не так сильно мне понравилась, как первая. Поэтому всегда принцип контраста, он очень сильно влияет на людей в плане продаж, то есть вы должны это понимать, вот если, скажем так, вы хотите, да, вообще шок-контент, он заходит всегда лучше любого, поэтому если вы работаете с моделями, вы можете фотографировать не только просто, да, вашу итоговую работу, сфотографируйте до и после, сфотографируйте там, как-нибудь там, сделайте stories красиво, заснимите весь процесс, там, как вы стразики эти выкладываете, то есть вы можете понадобить кучу-кучу контента только с одной модели, вот вы двух взяли бесплатно, сделали уже пару фотографий, следующих берете там за 200-300 рублей. Если покупаешь у вас курс сам себе за ручку, то есть научишься вести свою страницу, да, но вообще вы научитесь вести свою страницу, даже если вы купите тариф все сам, потому что на вебинаре я полностью раскрываю тему, да, начиная от того, что как сделать страницу, перевести ее в бизнес-аккаунт, как отслеживать статистику, как оформить шапку, профиль, ник, вечный stories, как рассчитать свой прайс, как прайс поднимать, как его оформить, ваше продвижение бесплатное, да, без лишних финансов, но стоит он со мной за ручку, у вас будет задание, у нас будут определенные дни, когда я буду принимать это задание, когда я буду отвечать на ваши вопросы, поэтому если у вас будет что-то не получаться, я буду еще давать свою обратную связь. Какую для начала поставить цену? Я отвечала на этот вопрос, посмотрите, пожалуйста, на эфир в записи, чтобы я просто уже не дублировала. Вот, видите, опять же, на карантине нашли кучу преподавателей, я говорю, что народу сейчас абсолютно нечем заняться. Вопрос не по теме про отслойки, задавайте. Акция на курс по инсте, промокод действует К20, К и сразу же 20, скидка 20% на все тарифы, тариф самостоятельного изучения 350 рублей, тариф за ручку 650 рублей, он действует до 12 часов ночи. Поток у нас будет 5 июня, завтра всем, кто оплатил уже на почту, придет контент-план с подробнейшим описанием постов, поэтому вы уже можете начинать работать. Курс начнется у нас 5 числа 18.00. Блог будет в онлайн формате, но потом ночью я его монтирую и не сплю, и утром он у вас уже будет смонтирован и выложен, и вы сможете его просматривать в записи сколько вам угодно будет. Да, если вы не умеете делать иконки, курс поможет. Курс поможет. Я помогу. Ну что, друзья, я надеюсь, что эфир был для вас очень полезный, я постаралась дать вам пищу для размышления, чтобы вы не просто с бухты барахты ставили свои цены, сидели и ждали у моря погоды, что вроде бы все есть, а клиенты не идут, чтобы вы научились наконец-таки продвигать себя. И как я уже сказала, не надо мыслить узко, не надо фокусироваться на одном только маникюре, что вы там из села, где пять человек и одни только бабушки, никто к вам не пойдет. Ну вы же творческие люди, вы же умеете не только пилить, но научите их пилить дома правильно, научите их рисовать, соберите их детей, сделайте мастер-класс по лаку для деток, понимаете, мне кажется, в селе поле для творчества оно еще больше, чем в масштабах мегаполиса, понимаете, то есть там можно работать и с детьми, показать им детский маникюр лаками, показать деткам там, как рисуют на типсах, то есть да, пока родители там, пускай на работе в выходной день, сделайте мастер-класс там за условно 200 рублей, вы и себе контент огненный сделаете, вы и родителей порадуете, потому что они подумают, вот это клево, да, прикинь, какой у меня мастер, она там деток моих там, да, десятилетних научила красить лаками, показала им еще дизайн со слайдерами, вы съездите там закупить эти слайдеры, продавайте их там с наценкой на 20 рублей, вы это, понимаете, это только сейчас за 5 минут вот я придумала, вот, то есть это просто вот село, и просто вот клиенты не идут, и вот я вот сижу и жду, когда же они ко мне придут, а подумать, включить голову, поразмышлять никто за вас не хочет. В общем, думайте, друзья мои, я пошла дальше работать, у меня тут фон уже зеленый висит, пошла я дальше записываться, считать за вас, раз вы не любите считать, то пойду считать я, и учить вас уже на вебинаре. В общем, я очень рада с теми, с кем мы встретимся 5 июня, будем прокачиваться, будем учить себя продавать, будем учить привлекать клиентов. Спасибо вам огромное, друзья, Джем заперт в комнате, потому что он очень громко топает, хрюкает, и мы сейчас пойдем с ним гулять, вот, чтобы он меня не отвлекал. Я очень рада. Так, ну все, друзья, до завтра. Завтра в 9 часов у нас прямой эфир по пламени. Буду на себе тоже делать, вам показывать. Продолжение следует...